Елена Княжина. Дикая магия. Книга вторая. Кукла для профессора. Пролог. Вьюга восторженным псом облизывала осиновые рощицы. Те топорщились далёкими пышными сугробами на ровном заснеженном поле. Я поюжилась в двадцатый раз за это утро. Сколько бы поленьев не подбрасывали в камин, мне было до судороги холодно смотреть на зиму за окном. Джен и Мелисса лепили снеговика, задорно хохотали и призывно махали руками, предлагая присоединиться. Но после километровой прогулки в заиндевевших туфельках идея выйти на мороз не казалась мне привлекательной. Вот совсем. В первых числах января принято подводить итоги прошедшего года и строить планы на грядущей. Если бы у меня был дневник, я могла бы вписать в него много всего интересного. Меня зовут Анна Делориан, и я Дестинка, волшебница самородок. В сентябре я перевелась из Эншантели в новое учебное заведение — Санкт-Петербургскую академию волшебных искусств. Город встретил меня... Нет, это скучно. Любой заснет от такого чтива. Лучше сразу начать с горячего. За прошлый год я побывала на двух свадьбах, причем на второй в качестве подарка. Дважды я чуть не стала жертвой домогательств, трижды меня пытались убить? Или больше? Я сбилась со счета. Похищение — одно, обезволивание — одно, попытка принуждения к... Нет, вспоминать про Кивана было выше моих сил. Круглое ухоженное лицо заняло место Тильды и в моих кошмарах, и на серебристой Пандоре. Не всюду мерещился его гадкий сладковатый мыльный запах. И даже драки с заговоренной боксерской грушей не приносили удовлетворения. А еще... А еще я влюбилась в самого скверного парня во Вселенной. Мрачного демона, жуткого монстра. Его боится вся академия. Мои соседки по комнате бледнеют и падают в обморок от одной мысли о его прикосновении. Таком мучительно желанном для меня. В рождественском гадании насуженного мне выпал парень с короной. По всему выходило, что принц. По факту же, имеем чудовище. Но и это еще не все. Главное, черным камнем висевшее на сердце, не спешило проявляться даже в мыслях. «Я убила человека». Да, так лучше. Надо быть честной с самой собой. Справедливости ради стоило бы добавить, что вопрос стоял ребром. Или она, или я. Белинда наговорила много странных вещей. И я совру, если скажу, что ни разу о них не вспоминала. Но слова крестного приходили на ум гораздо чаще. «В твоих интересах, девочка, никому об этом не говорить. Пока кто-нибудь не подхватил брошенные Белинды и знамя Инквизиции. Хоть и считается, что Дестина благоволит сама судьба, но я — сущий магнит для неприятностей. Меня избрала жертва и братство арканов, темных магов с грязными неведомыми мне целями. Им нужна моя кровь. Всего лишь». Я с тоской глянула на Джен за окном, разрумянившуюся и счастливо копошащуюся в снегу. Находиться рядом со мной опасно. Я всерьез беспокоилась о ее благополучии. Из-за меня на больничной койке оказалась Элайза, милая и рациональная соседка Дженевьева. В те минуты, когда не пытается никого огреть Эклерией. Да и Кивану Кавендишу я подписала смертный приговор. О чем почти не сожалела. Были и другие жертвы игры, затеянные арканами. Лукреция, супруга нового главы братства, внезапно утонула в озере. На днях выяснилось, что она приходилась родной теткой Мелиссе, жене моего куратора. Перед несчастным случаем выглядевшая безумная женщина успела поделиться со мной пророчеством. Слова впечатались в память так крепко, словно их выгравировал старательный ювелир. Кап-кап. Мое время капает, как озерная вода. А ты? Ты должна слушать сердце. Тук-тук. Тук-тук. Иногда оно бьется неправильно. Черные глаза. Очень черные. Ты должна им верить. Всегда. Даже когда сгустится мрак, и ты встанешь над темной водой, иди за черными глазами. Карты не соврут, но они ошибутся. Два принца. В обоих кровь королей. Одного выберет она. Другого выберешь ты. Борись. Отстаивай свой выбор. Потому что выживет только один. Озерная вода умеет хранить секреты. Меня призывает сияющая глубина. Но тебе туда еще рано. Два принца. Судьба снова издевается. Мне и на одного терпения не хватает. Мой синий потертый блокнот распух от догадок и конспирологических теорий. Артур уверен, что родители умерли не случайно. И я с ним согласна. Кто-то хотел напугать меня и всколыхнуть дистинский дар. Но магия выплеснулась лишь спустя полгода. Спровоцировала его Тильда. Жестокая девица из интерната. Следующие шесть лет с маниакальной настойчивостью, консультанта года, она заявлялась в мои кошмары. Но не теперь. С незабвенной рождественской ночи ее место занял рыжий лорд-извращенец. Оптимист, посетовав на судьбу, стал бы строить радужные планы на год грядущий. Что до меня? Не смешите мою палочку. Мое зыбкое будущее боялось слова «планы», как живого инквизиторского огня. Да и что я могла там написать? Дожить до магического совершеннолетия? Будет непросто, но я постараюсь. Разобраться со спрятанной в подвале гигантской икринкой, из которой вот-вот вылупится неизвестное волшебное существо? Без проблем. Да и что может пойти не так? Победить в финальном поединке, уложив на лопатки кого-то из преподавателей? Мой игрушечный жезл только что прыснул со смеху. Сдать итоговый экзамен по снадобьям? Объявляйте чрезвычайную ситуацию. Готовьтесь к нашествию зеленой слизи. Приручить самого мрачного мужчину в мире, занимавшего все мои мысли. А вот тут, боюсь, вообще без шансов. Продолжение следует...